всем привет друзья ну вот и свежая партия комбикорма подоспела очередной вклад в закрома хозяйства и надо сказать что опасения коллег что ценники мол улетят в космос как белка со стрелкой не подтверждаются извольте видеть июньская партия истринского комбикорма по цене 980 рублей за мешок то есть цены весной у нас качнулись повинуюсь общей неразберихи и ушли даже за 1000 рублей но сейчас вот я покупал мешок 40 килограмм 980 рублей с травяной мукой без травяной муки 940 рублей за мешок то есть редкость для нашей жизни но цены снизились то есть они пришли в норму это получается 24 с половиной рубля и 23 с половиной рубля за килограмм комбикорма соответственно с мукой или без так что не все так страшно как нам рисовали цена практически не изменилась 920 рублей мешок стоил в самом самом начале года ну а так или иначе в течение года обычно дважды повышается цена на комбикорм это мы все знаем то где-то на рубль все это растет вот она собственно говоря и выросла в наличии комбикорм нет никаких проблем прям с завода еще и с доставкой никакого ажиотажа но а значит ушастики у меня питаются в штатном режиме и увеличение цены в том числе на мясо не актуально что кстати для сельхозпроизводителя на общем фоне таком немножко взбудоражным несомненный плюс но мне зрители писали что в ряде регионов производители взвинтили цены просто безбожно там аж за 45 рублей кило зашкаливала ну что тут скажешь мне трудно оценить обоснованность такого роста я вижу тут три возможные причины либо это обыкновенная жадность банальная либо в состав комикорма входит что-то настолько импортное что аж страшно и заменить никак ну либо третье это покупка не у производителя а у перекупщиков в магазинах в розничных а там смотри пункт 1 про жадность все очень просто напишите кстати в комментариях свой регион и цены на полный рационные корма у вас вот именно сейчас снизили ли цену после такого панического взлета или же нет состав данного комбикорма абсолютно стандартный для кроликов это пшеница ячмень овес широт подсолнечный мучка пшеничная отруби пшеничные травяная мука лизин соль поваренная монокальций фосфат известняковая мука и витаминно-минеральный комплекс он же примикс ничего неожиданного все стандартное от дождя мешки я сразу же запихнул под крышу а вот по солнышку уже я раскладываю в удобную пластиковую тару но теперь половник дегтя ну куда же без него корма есть все в порядке ценник тоже адекватный но качество корма все мешки данной партии страдали одним существенным недостатком это повышенная крошимость гранулы заметно сильно заметно больше крошки и пыли чем обычно в данном корме ну вот видно все все на виду как говорится такой комбикорм забивает нижнюю чашу кормушки бункерные буквально за пару дней да и в обычных всяких вот таких угловых кормушках для профессиональных клеток там тоже это пыль крошка она прямо остается ее много гораздо больше чем обычно 2-3 дня и все чашу надо прям чистить потому что там одна крошка и она никуда не идет это же кролики это не птица в то время как обычно но в 5-7 раз дольше это происходит то есть кормушку можно в принципе вообще не чистую раз в две недели я обычно прохожу там вот этот вот отсев достаю и все который образуется именно не сам собой не с кормом а именно из-за того что кролик грызет и соответственно там вот эта крошка образуется здесь вот как видите очень много крошки и пыли гранула не держится это плохо это беда ну я раскладываю корм по ведрам по пластиковым я только так храню поэтому я конечно могу по пути просеивать но очень много отсева и это несмотря вот на просеивание кормушки забиваются все равно моментально это очень жаль это именно разговор о том что гранула не держится у меня как-то уже было видео о том ну там тоже я поднимал тему пыли и крошки в корме там другой был производитель и со мной потом связался этот производитель и да они признали что действительно проблема имела место быть и приняли меры усилили контроль и устранили данный недостаток я беру разумеется всегда достаточно много мешков это не один-два мешка поэтому версия что там какая-то пара мешочков снизу штабеля могла с крошкой попасться но она отпадает такая картина во всех мешках абсолютно а главный показатель это забитый пылью кормушки уже с мешками никак не связано это именно гранула от чего так произошло ну либо перешли на какие-то новые ингредиенты еще не перестроились но это вряд ли тут скорее все-таки настройка оборудования то есть валы с матрицей поссорились и их никто не подтянул не затянул не не проконтролировал но надеюсь что на эту проблему обратят внимание и устранят потому что ну такой рассыпчатый корм для кроликов это беда конечно же это же не птицы у нас а тут прям хочется комбикорм повторно загранулировать я вот даже грешным делом вновь задумался о каком-то собственном комбикорме о каком-то оборудовании специальном надо будет еще раз все пересчитать прикинуть но это уже будет совсем другая история друзья спасибо за внимание к моему каналу спасибо за то что не забываете ну а фермер одиночка вас тоже не забудет всем пока